василина но мы с вами встречаются в те дни когда у вас вся страна выходит из таких затяжных праздников новогодних 10 дней и каждый проводил как говорится в меру своих способностей возможностей вы как отдыхали эти дни как у вас сложились каникулы три дня до остальное время остальное время работа что это такое что это предполагалось а ну мы приехали сюда с партнером до нас пригласили на семинары и мы все эти дни работали то есть где-то там с 4 хотя изначально планировалось и со 2 потом с 3 потом мы поняли что дети не соберутся и вот мы решили с 4 числа но в принципе я знаю что мы наши все друзья танцоры до которые в москве остались они точно также вышли со второго числа уже и на работу и на тренировки поэтому как бы у нас вот всегда новогодние праздники это ровно три дня как обычно они выглядят эти три дня 31 это понятно все готовятся первое второе это просто ничего не делать это в такой вот отдых да это прям да то есть это не хочется никуда не бежать не смотреть не где-то там гулять современным языком тусить такого нет то есть в основном пытаются все вот просто отдохнуть может быть на природе может быть дома вот для меня вот честно сейчас идеальный праздник просто сесть дома смотреть телевизор василия ну вы сейчас эти живете не в чите приезжайте иногда в город своего детства вам сейчас вообще интересно сюда в читу приезжать мне интересно с целью побывать местах своего детства там все много эта история дома и складывалась ну и посмотреть как он развивается да то есть он все равно там где-то что-то строится где-то что-то новое открывается а посетить обязательно любимые места рахлей потому что вот чего нехватка в москве так это природы да то есть мне первым делом я пытаюсь уехать на рахлей на дачу там отдохнуть а так в принципе минут по городу от россия здесь еще остались какие-то конечно со школы он я когда училась в лицее у нас полкласса так было скажем компания а кто-то там менялся кто-то приходил уходил да потом со временем уже студенчестве и в принципе сейчас вот ребята они мои друзья то есть я конечно но я редко вижу я когда сюда приезжаю я успеваю либо рано утром с кем-то встретиться либо поздно уже вечером там в ночь куда-то это единственный вариант когда я могу встретиться вот некоторые обижается чуть-чуть вот ну принципе мы поддерживаем отношения переписываемся усилина вообще следить за успехом или скажем так продвижением читинских танцоров каких-то да обязательно какие клубы вам интересно в чите сейчас на самом деле все клубы интересно то есть есть клубы которые уже давно существует на то есть у них разные были периоды так скажем взлеты и падения это для меня скажем так своего рода уроки на то есть я в будущем планирую тоже открыть свой клуб и как вот из таких ситуаций выходить это мне интересно наблюдать есть клубы которые открыли молодые педагоги до бывшие в прошлом танцоры и мне тоже интерес смотреть как они воспитывают своих детей у них принципе очень неплохо получается они занимают хорошие места на турнирах и есть такие танцоры которые даже на уровне московских соревнований занимают очень хорошие места мне вот в этом плане интересно то есть они молодцы когда я танцевал у нас такого не было то есть можно ли сказать что скажем вот уровень наших танцоров читинских он достаточно котируемый да то есть они имеют шанс где-то продвигаться да и реально имеют реально имеет потому что например когда я танцевала в чите это была прям большая разница между москвой московским танцеванием так скажем да и наш читинским ну вот грубо если так говорить и для нас это вот прям ну грубо говоря так скажем была такая пропасть которую нужно было преодолеть а сейчас я понимаю что поток информации большой соответственно развитие детей идет в нужную сторону и когда они приезжают москву то есть ребята выглядят хорошо и в этом плане им везет на ваш взгляд сейчас в чем главная проблема провинциальных танцевальных клубов это отдаленность вот чего не хватает присутствие конечно мы скажем берем допустим москву эпицентр до танцевальный проводят соревнования практически не практически каждую неделю и ты можешь выбирать то есть ты можешь поехать на одно сыр на другое соревнование допустим международные какие-то проводят есть рейтинг россии есть международные соревнования есть там просто для деток начинающий например и если нет подходящего тебе турнира в москве ты можешь выбрать вблизи лежащие вот города например санкт-петербург там нижний новгорода то есть и в принципе там расстояние же не такие то есть сил там ночь проехал в поезде уже там либо на самолете там два часа пролетел и ты уже на турнире здесь конечно проблемы потому что летать в москву каждый раз это финансово затратно до трудно плюс вы за границу например в европу на соревнования это тоже это нужно сначала доехать опять же до москвы и оттуда потом то есть москвичам в этом плане сел на самолет два часа и ты уже в европе на турнире и конечно же семинары то есть москве это частое явление потому что очень много клубов кто-то приглашает одного кто-то другого и ты также можешь выбирать спокойно куда ты можешь пойти какому педагогу там иностранцу к русскому в чате с этим проблем это нужно отдельно при вызывать педагога оплачивать ему проезд это тоже все еще вот такой вопрос задам я слышала что все таки вот занятия танцами больными да и спортивными танцами достаточно недешевое удовольствие да скажем в москве это дороже чем в провинции да и на порядок на сколько примерно на порядок секрет допустим вот ребенок ходит занимается в танцклуб какой-то в провинции и в столице скажу как разница эти затраты но я сейчас может быть не нужна информация да скажу но я знаю что в чате но в среднем допустим индивидуальный урок стоит там 700 800 рублей может быть кто-то 1000 я не знаю у нас самый дешевый который мы можем себе позволить это 2000 за 45 минут но мы мы допустим не занимаемся уже с такими педагогами мы занимаемся уже выше у нас есть и 4000 за 45 минут и 6000 за 45 минут и 8000 за 45 минут понятно василина а вот тогда такой вопрос если вот такие высокие скажем как бы расценки такая высокая стоимость этого искусства она превращается в элитное ведь не все тогда могут себе позволить я если очень талантливые ребята и они не могут вот что делать и вот эта проблема нашего спорта потому что нас государство не поддержит практически то есть это уже вот на уровне например российских соревнований вот как мы сейчас ездили с партнером да то есть и когда мы были представителями от россии нам оплатили дорогу до канады и один день проживания как один государственный бюджет вот как-то не обращает внимание нет не обращает и в этом проблема потому что есть очень много талантливых детей и действительно и мы уже пытаемся со своей стороны как тренер да то есть мы пытаемся делать скидки либо мы можем работать в долг либо мы там помогаем как-то костюмами то есть мы можем свои костюмы отдать когда понимаем что есть проблемы либо мы как-то там пытаемся ребенка быстрее вывести чтобы он начал сам зарабатывать деньги потихонечку да там какие-то может быть помогает как ассистент то есть вот в этом проблема очень много тала я знаю очень много талантливых танцоров уже там взрослых которые пришлось бросить танцы потому что но это неподъемно тогда вот вопрос это ваши личный пример это вы исключение из правил получается кейс глубинки инфрациальность такого далека и стартануть до таких высот я вот наверное если мы берем период когда я танцевала в чите то это наверное все таки исключение да ну так так получилось правда вот я не знаю кого благодарить за это родителей господа бога да ну вот потому что так так сложились обстоятельства потому что получить какой-то титул это должно сложиться многое и партнерство и финансы и тренер то есть это вот прям такая целая цепочка должна выстроиться у меня она как-то выстрел с каким-то чудом я как бы за это благодарна а то что сейчас вот мы говорили да что развитие другой идет детей я думаю что это может перейти в закономерность потому что много детей способных переехать москву много детей трудолюбивых и талантливых это главное условие чтобы добиться успеха вот когда мы готовили сейчас кубку у нас просто но не было выбора нам приходилось в каждый день находиться в зале не пропуская занятия с утром потому что у нас с обеда начиналась работа и как бы до 11 вечера и ты приезжаешь домой ты успеваешь только там поесть постирать вещи в часто ложишься спать в 9 утра тебе нужно быть уже в зале да и соответственно там два часа на дорогу ты закладываешь потому что это москва то есть встаешь на там уже через несколько часов и когда ты входишь в эту систему постоянно ты тренируешься тогда идет быстрое развитие ты соответственно вот составляющая труда трудолюбие оно должно быть обязательно и в принципе читинские пары они могут быть на хорошем уровне на очень хорошем только за счет трудолюбия вся им информации достаточно ты приходишь зал и ты просто нарабатываешь вот мышечную память я как бы от этого никуда не деться вот вы сейчас рассказали как выглядит обычно ваши будни рабочие тогда понятно почему так хочется отдыхать и находиться дома телевизор и так далее вот вы выступаете на таких больших соревнованиях такого высокого международного уровня и когда вот обыватели зрители положено смотрят эти соревнования кажется что все пары которые туда поднимаются так высоко они кажутся все одинаково хорошо подготовлено точные очень красивые такие пластичные как выбирают вот из такого большого так сказать набора прекрасно подготовленных артистов скажем да лучше к жюри вот они что с на что смотрят на технику или на что на харизму там что превалирует на ваш взгляд я думаю что это индивидуальная да то есть в ком-то харизма настолько преобладает что уже технический аспект незаметен да у кого-то может быть техника настолько вытащена что как боже тут харизма не так важно но то есть у нас недавно поменялись правила судейства они конкретно прописаны то есть мы уже все пытаемся попасть в олимпийский вид спорта да и нам нужно это все как-то вот тут по полочкам раскладывать и там есть отдельный аспект артистизм есть отдельный аспект технически да то есть это в принципе должно конечно сочетаться но сейчас есть такая тенденция в танцах не очень хорошие и не очень любят но сейчас больше преобладает вот больше харизматичность да и какая-то эффектность на паркете это что ты там может быть косолапы там на согнутых ногах и это уже как-то не обращает на это внимание и вот иногда такие пары выигрывают за это обидно если честно потому что красота эстетика она все равно в первую очередь до бальной танцы должны нести на паркете вот ну в принципе идеальный вариант конечно вот это нужно все сильно у вас какая сильная сторона техника или харизма как себя оцениваете я такой знаете критик по отношению к себе мне всегда не нравится вот я сюда смотрю естественно да я сюда вот мне кажется и так так я здесь не доделала там здесь харизмы не хватает но я знаю вот судя по развитию до моему что в танцевальном плане у меня всегда страдала именно харизма то есть я всегда была видимо более такой спортсменкой нам более может быть на технику и в этот момент харизма всегда вот мне всегда говорили вот здесь нужно быть в более там какой-то выпуклой в этом плане я всегда скажем страдала может быть до сих пор страдают а это как-то можно развить искусственным образом или как природы только дано сушки есть такие дети которым дано от природы вот ему сейчас работали в клубе и там есть такие детки вот не поверите вот маленький ребенок она танцует там три наверно года я на нее смотрю и она так это все она все хватает и прям мне вот это внутри все сидит и я думаю как я тебе завидую это не будет такой проблемы у кого-то от природы многие клубы берут даже уроки актерского мастерства чтобы это развивать а выбрали были попытки где-то в одном клубе в другом клубе на чтобы вот стабильно такого не было почему-то конечно мне допустим за это жалко то есть я бы в принципе не было бы это интересно сейчас просто на это время уже вот другой стороны я понимаю что харизма она приходит когда ты выкладываешься на все сто процентов на паркете то есть вот мы сейчас на соревнования добыли ответственным нашим и вот она тренер меня постоянно что надо быть там более агрессивный что ты мне свою алёнушку показываешь добрую вот и тут я тоже я просто выкладывалась другого варианта нет нужно все сто процентов и она говорит вася вот сейчас вот ты такая какая должна быть всегда на паркете то есть вот когда-то выкладываешься телом то это непроизвольно выражается на эмоции да там и вот это харизма появляется вы сказали уже тут что вы как бы самый главный свой критик на ваш взгляд вот чего не хватает ну харизма сказали что вот такой закрытый человек да куда стремиться что надо делать собой чтобы вообще 1 стать в мире танцев ну вот опять же к теме что я очень критично мне всегда не хватает техники сейчас вот скажу так есть какой-то у меня идеал да в голове танцевали топовые пары которые уже легенды танцевального мира да и я вот на них смотрю во-первых такая штука я на них смотрю и мне кажется мы все понятно все просто я сейчас пойду в зал точно так же сделать прихожу в зал так не получается соответственно это как бы технически и потом когда я смотрю видео свое на турнире я понимаю что я до этого как бы и своего идеала не дошла я так думаю что вот я успокоюсь когда я увижу на видео именно тот идеал который сидит у меня в голове но это вот прежде всего техника есть какие-то кумиру скажем вас на которых вы смотрите и хотите им подражать может быть их имена можно назвать не могу имена назвать потому что меня как-то уже спрашивали такой вопрос даже педагоги иностранцы игры тут ты вроде вот кто у тебя в голове я говорю я не могу потому что у меня собирательный образ я смотрю на одного мне нравится одно мне нравится здесь ноги здесь мне нравятся руки здесь мне нравится женственность на паркете здесь мне нравится костюмы я могу смотреть на ребенка вообще его допустим на своего ученика и у нее или там у него даже даже у мальчика да что то есть такое положительное чего допустим я понимаю что у меня в танце нет я пытаюсь вот это вот вытягивает здесь чуть-чуть здесь чуть-чуть и у меня какой-то уже свой образ голове которая вот определен человека я могу назвать поэтому вот мне трудно в этом плане потому что дети то очень часто они как ну мы их называем так мило мартышки то есть они очень хорошо копируют да и проще всего скопировать чей-то образ у меня этого образа нет вот с которого я хочу конкретно скопировать поэтому мне приходится вот из себя выжимать самой василина со скольки лет ты занимаетесь танцами с четырех с четырех детства было как ни странно было конечно это детство немножко отличается от детей которые не занимаются спортом да то есть у нас особенно сейчас дети приходят за компьютер садятся например у нас такого не было то есть мы после школы на танцы до вечера приходили час уроков и ложись спать вот но она была допустим были летние каникулы когда мы отдыхали в москве допустим сейчас так не принято стараются детей как можно дольше в зале оставлять и на летних каникулах тоже вот у нас здесь было более свободный режим поэтому вот лето наверное это было как раз время детства пришлось ли чего ради отказываться своей личной жизни от чего-то ради танцев много чего как бы так назовем жертва какая в чем она на ваш взгляд и если она вообще это жертва по большому счету вот прям такой глобальной наверное нет а но я знаю что есть много вещей которыми бы я хотела заниматься которые мне были бы интересны да там изучение языков мне это очень интересно что-то я люблю очень делать что-то своими руками неважно то есть некоторые уходят там шить костюмы например до танцевальный мне бы это тоже было интересно но просто нет времени на это я и у нас у всех танцоров такая проблема что что-то вот в жизни интересно а ты пока не можете позволить пока ты не закончила человеческие отношения здесь не страдают положим все много же времени занимает семью свой создать там дети так как проблема до проблему то есть у нас сейчас партнером такой период как раз когда мы вроде мы достигли да вот титул определенного можно уже и успокоиться а вроде можно еще чуть-чуть продолжить чуть чуть больше сделать и потом уже переходить на вот семейный план да скажем вот ну страдает человеческие отношения в плане дружбы вот я уже сказал да что у меня есть друзья но я вижу с ними очень редко и поэтому в основном получается что танцоры дружат с танцорами потому что мы друг друга можем понять то есть мы допустим нас компания тоже есть своя московская да и мы видимся раз в три недели может быть мы соберемся это будет хорошо либо на турнирах дамы привет привет как дела либо вот мы списываемся созваниваемся то есть на самом деле вот в этом плане там дружба человеческая она тоже наверно страдает но когда у тебя друзья танцоры они тебя могут понять а когда люди не имеют отношения к танцам только так сбоку да то есть они иногда не понимать этого нет вот это вопрос о котором наверное думают многие сейчас женщины которые нас смотрят и мужчины наверно тоже как поддерживать такую прекрасную форму вас есть какие-то вот свои собственные внутренние уже установки секреты может пару советов дадите обывателям людям которые тоже может быть хотели бы не занимаясь танцами ну так же примерно выглядеть трудный вопрос правда у меня нет я конечно могла бы сказать там правильное питание здоровый сон но у меня нет ни того и другого поэтому это видимо постоянное движение я так думаю движение жизни совет отличный совет и и вот видимо любовь к тому что ты делаешь потому что это все в гармонии находится да не как бы нет внутреннего противоречия поэтому как то так отлично но вот 2015 год конечно важно получился вашей карьере танцевальной победа на таком престижном соревновании кубок мира в канаде а в шестнадцатом году вы к чему готовитесь что будет вопрос подвис в воздухе для нас партнером и с тренером и с родителями потому что это не последние люди на то есть не если бы не родители вот аспект да еще один родители это наверное 90 процентов моего успеха это те люди которые меня всегда поддерживали это были моим двигателем неважно какое решение прямой они вроде ну да да согласны но может быть вот так сделать вот а в плане что 2016 году нас ждет мы именно в канаде после выступления сели с тренером и на разговор затянулся на три часа потому что мы пытались какую-то линию определить потому что ну и тренер она у нас такая мудрая женщина она говорит просто мне тоже надо понять то есть вы она как я в любом случае вас поддержу вашем решении скажете там семья ночью будет семья скажете что вы идете дальше я пойду месть вместе с вами просто нужно выбрать путь по которому вы пойдете и вот сейчас мы на самом деле вот это пока воздухе и мы не можем еще не выбрали да еще не выбрали это есть куда бы вы могли сейчас готовиться к чему ну один вариант это продолжать спортивную карьеру именно вот по 10 танцам да вот где мы выступали такой достаточно трудным потому что и финансово затратные да все это тяжело для нас и есть вариант уйти в есть еще такое направление как саквей то есть это больше как шоу но это тоже также проводится чемпионат россии там чемпионаты мира то есть мы думали попробовать там себя для нас это интересно потому что там больше творчество уже пойдет там также техника ну там уже творчество там кита образы это все есть вариант попробуйте в другой организации свою силу у нас есть еще одна организация ну вот у нас как бы три пути по которым уйти и пока мы вы как в русской народной сказки на 1 до этого возле камня стоим чтобы все как в русской же сказки хорошо закончилось ну и завершая наш разговор вот такой вопрос на ваш взгляд василина надо ведь человеку вообще учиться танцевать первый вопрос и второй вопрос надо ли это делать профессионально надо конечно танцевать надо то есть это развивает это же красивый вид спорта да и очень гармоничный то есть это прививает там вкус прививает на чувство красоты координированность движения да ты можешь себя уверенно чувствовать там даже не только это не берем этом вечеринки дискотеки а просто вот ты в жизни чувствуешь себя гораздо легче потому что вот эти движения координированно они даются проще да а заниматься ли этим профессионально у меня есть просто такая история опять же здесь читинская у меня есть знакомый он сейчас работает тренером в одном из клубов и он не рассказывает говорит вот мы раньше когда занимались в детстве танцами и все мальчишки вроде такой там танцы танцуешь горит прошло время мы все выросли и эти же мальчишки не приходят ночи ночи танцевать пожалуйста то есть как бы ну видимо люди понимают со временем что все-таки неплохо было бы и уметь поэтому для себя это великолепно мне кажется каком-то